Привет, я Олеся Медведева, это Ясно Понятно блог на канале Страна Юэй. Давно мы с вами, друзья, не говорили о том, что сейчас происходит на Горном Карабахе. Между Арменией и Азербайджаном срывается уже третья попытка перемирия. Военные действия, которые уже идут почти месяц, не стихают, а буквально сегодня Турция заявила, что готова предоставить Азербайджану свои войска, если Баку попросят. Пока основная территория Карабаха все еще за армянами, тем не менее войска Азербайджана добились определенных военных успехов. И легкой прогулкой эта война для Баку в ближайшее время не станет. Что сейчас происходит в Карабахе и какие перспективы развития ситуации прямо сейчас? Обсудим это. Смотрите до конца и все станет ясно и понятно. Пару дней назад главной новостью Карабахской войны стало новое наступление Баку. Азербайджан заявил, что на юге Нагорного Карабаха был взят город Зангелан. Недалеко от границы с Ираном, а также 24 села в нескольких районах. Армения подтвердила наступление противника на юге и севере, но заявила, что армия Карабаха перешла в контрнаступление на юге, где продолжаются ожесточенные бои. Однако азербайджанцы публикуют фото и видео из Зангелана. Стоит отметить, что этот город является важным звеном обороны Арцаха. И после него движение азербайджанцев к армянской границе продолжится с целью окружения Карабаха. Армяне предприняли контрнаступление на северо-востоке от Зангелана. Однако, судя по видео, опубликованное азербайджанским Минобороны, армию Карабаха массировано расстреливают с беспилотников. Превосходство Баку в воздухе очевидно. Очень заметно, что они к этой войне готовились. Ударные турецкие БПЛА Байрактар уничтожают армянские силы практически по всей территории Карабаха, являясь при этом важнейшим фактором в этой войне. Армяне, к слову, вчера впервые продемонстрировали сбитый беспилотник. Но это, конечно же, не снимает вопроса, что вообще Еревану делать с воздушной армией Алиева Эрдогана. На севере Карабаха азербайджанские военные находятся в районе села Кубатлы. Как видно по карте, главное направление следующего удара азербайджанцев – это так называемый Лачинский коридор, главная дорога, которая связывает Карабах с Арменией. После того, как войска Алиева продвинулись вдоль границы с Ираном, до Лачинского коридора им осталось пройти всего несколько десятков километров. Именно здесь и будет решаться судьба войны. Если азербайджанским войскам удастся взять под контроль Лачинский коридор, Карабах фактически окажется в окружении. Останется только северная дорога, которая постоянно находится под обстрелами. И это резко ухудшит положение армянских сил в Карабахе. Поэтому ближайшие дни будут решающими с точки зрения развития ситуации на фронте. Азербайджанцы продолжают попытки двигаться к Лачинскому коридору. Задача минимум армян – остановить наступление противника. Задача максимум – перейти в контрнаступление и отрезать прорвавшиеся части, затянув их в котел. Ситуация усугубляется практическим провалом переговоров между двумя странами. 10 октября Ереван и Баку договорились о первом перемирии в Москве. Но оно практически сразу было сорвано. Та же судьба постигла и попытку номер два, сделанную спустя неделю 17 октября. Утром уже следующего дня обе стороны заявили о нарушении соглашений. 20 и 21 октября в Москве прошли еще одни переговоры. Глав Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана при участии России. Накануне новых переговоров премьер-министр Армении Пашинян и президент Азербайджана Алиев заявили, что готовы лично приехать в Москву и побеседовать, если такое предложение поступит. Россия инициативу поддержала. Тогда же Пашинян заявил, что у Москвы есть все основания начать антитеррористическую военную кампанию. Министерства иностранных дел Российской Федерации довольно-таки оптимистично отчитались о вчерашних переговорах глав МИД Армении и Азербайджана. Обсуждались неотложные вопросы, связанные с реализацией ранее достигнутых договоренностей о прекращении огня в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и создании условий для его устойчивого урегулирования. Однако по результатам встречи, судя по заявлению Пашиняна, переговоры зашли в тупик. Он заявил, что у конфликта в Нагорном Карабахе на данный момент нет дипломатического решения. Мы должны осознавать, что вопрос Карабаха хотя бы на данном этапе и начиная с данного этапа еще очень долгое время не может иметь дипломатического решения. Все подобные предложения должны считаться завершившимися. Такие заявления премьер-министра Армении были вызваны ужесточением позиции Азербайджана. По слухам, Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан будет требовать вернуть им не только районы вокруг Карабаха, занятые армянами со времен окончания предыдущей войны в 1994 году, что теоретически и могло бы быть сделано, но и город Шушу, который находится на господствующей высоте над столицей Нагорного Карабаха Степанакертом. Но это для армян неприемлемо ни при каких обстоятельствах. Поэтому на данном этапе переговоры действительно зашли в тупик. И теперь уже все будет решаться на поле битвы. На фоне провала компромиссных вариантов Россия начинает потихоньку наращивать свое присутствие в зоне конфликта, усиливая при этом поддержку Армении. Вдоль границы с Турцией и по дороге в Карабах вчера появились российские флаги и опорные точки с военными из Российской Федерации. Их фото были опубликованы российскими военными обозревателями. В Армении говорят, что это позволило перекинуть часть войск с границы в Нагорный Карабах. И в ближайшие дни там прогнозируют ужесточение боев. Азербайджанцы, скорее всего, попытаются отрезать Карабах от Армении и, возможно, развернут наступление на Степанакерт. Армяне же попытаются нанести им поражение с тяжелыми потерями. Если это произойдет и война перейдет в позиционную стадию, без явных перспектив перелома в пользу одной из сторон, то Армения и Азербайджан будут вынуждены снова сесть за стол переговоров. А мы, в свою очередь, будем пристально следить за развитием ситуации и обо всем, друзья мои, рассказывать вам. Конечно, очень хочется, чтобы этот конфликт поскорее закончился. На этом у меня пока все. С вами была я, Олеся Медведева. Ясно, понятно, блог на канале Страна.UA. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик, чтобы смотреть новые видео первыми. Делитесь ими со своими друзьями и знакомыми, чтобы они знали больше. И, разумеется, делитесь своим мнением в комментариях под этим видео. Главное, чтобы не было войны и был мир. Совсем скоро увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»